Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Хочет нам помочь. Мы сели в его невероятное техническое устройство и отправляемся в нашу реальность. У нас сейчас есть с вами там некоторые задания, вроде как что-то починить, что-то наладить. В общем, отправили женщину чинить автомобиль, как-то вот так вот. Давайте, перед тем, как продолжить, раз, два, три, за ваше здоровье. И вперед, друзья, отправляемся на починку. Ну, остановились мы прямо вот тут с вами, сейчас все изучим, посмотрим. И потом, соответственно, пойдем, я так понимаю, либо сюда, либо сюда, в общем, увидим. Эта мудская вызывает у меня ассоциации с вилками. Может, она была сделана с помощью вилок, кто знает? Не думаю, Френ, не думаю. И возьму это изолента хороша для починки вещей. И у нас здесь, кстати, огни-ягоды. Огонь-ягоды, больше не в огне. Изолента, чтобы золотать поломанные вещи. Будем иметь в виду. Молоток, очевидно, чтобы колотить вещи. Ну, или для чего-то другого. Ну, для чего? Не, я оставлю его здесь. Деревянная нога напоминает мою, когда я была деревом. Кажется, ее используют как для модели... Как модель для... Как модель для создания обуви. У Итверда очень красивые туфли. Смотрите, отдирают... Кожу со ступней. И прибивают на подошву ботин... Смотрите, они прям как у Итверда, по-моему. Ноги! Одна нога в ботинке, а другая без. Снова иверский язык. Интересно, о чем тут говорится? Это кожа ступни на подошве ботинка? Хм... Да, это очень странно. Хм... Перо как в загадке великого волшебника. Для птиц. Свободу я несу, а людям письма я пишу, да? Кажется, я знал ответ еще до того, как я прочла загадку. Ох, похоже на что-то сложное. Мне неинтересно знать, что это. Возможно, в другой раз. Думаю, у Итверда есть вкус. Ему нравятся те же вещи, что и мне. Все это заставляет меня задуматься. Интересно, что эта машина делает? Нет, наверняка она делает много вещей или ничего. Штуки двигаются и крутятся. Это все, что я вижу. Ах, я знаю, что это. Это компас. Но этот, кажется, запутался. Он показывает север и юг одновременно. Давайте с ним поговорим. Сэр, вы можете повторить мне, что я должна сделать? Конечно. Почини водяной насос и смешай топливо. Просто следуй стеноводством. Это как руководство, но только на стене. Понятно. Алло, говорит Френ. Никто не отвечает. В любом случае, я всегда могу поговорить сама с собой. А, и здесь мы уже смотрели. Хорошо, пойдемте сюда. А, нет, стоп. Таблетки. Чуть не забыл. Вау. Смотрите, он клоун, как... Помните в больнице? Тех клоуна, которые сбегали. Офигеть. Хорошо, идемте направо. Ой, сколько тут всего. Так. Ой, так много страниц. Надеюсь, они с картинками или что-то такое. Ну и буквы сойдут. Они рассказывают о том, что я должна представить, да. Иногда я неправильно понимаю рассказы. Да, надеюсь, здесь есть картинки. Да, совершенно верно. Да, что можно вообразить. А это очень опасно. Все. Не дочитали мы несколько раз. Летающая машина невероятна. Она может летать. У нас код Капитан Очевидность. Здесь есть на что посмотреть. Не думаю, что мне что-то понадобится. Это меня удивляет. Существует много вещей, которые нам никогда не пригодятся. Смотрите, тут замочная скважина. Замку, несомненно, нужен ключ. И это как театр, друзья. Да, видите? Это как кукольный театр. Ага, нам надо найти будет ключ. Хорошо. Эта лампа выглядит как чайник с вилками и ложками. Милые мишки. Они держат друг друга за лапы. Много обуви. Может, она слишком тесная для большого Эйтварда. Здесь также много женской обуви. Может, она нравится Эйтварду? Конечно, почему бы и нет? Она довольно красивая. Да, а случаем это не люди, которые как-то здесь оказались. И он снял у них... С ступней кожу. Ну, вы понимаете. Множество крошечных перчаток. Они выглядят знакомо. Но те перчатки... Это те перчатки, что я когда-то теряла? Может, Эйтвард их украл? Поэтому я их и потеряла. Часы. Это король Жьяр. Я узнаю его. Теперь я понимаю, они друзья. Это хорошо. Мне хочется верить Эйтварду. А мне как-то уже не очень верится ему. У нее нет проводов, как она работает. Техника Эйтварда просто удивительна. Интересно, что подсчитывает эта машина? Ну, я не стану пытаться решить ее. У меня есть другие дела. А, мы первую фразу пропустили. Ох, похоже на математическую загадку. Да, вот. Вот что. Ну, хорошо, давайте сожжем таблитосы. Опа-на! Это же сестры. Вы здесь, чтобы убить Эйтварда? Эй, почему вы не хотите поговорить со мной? Я очень сожалею о том, что я сделала. Надеюсь, вы простите меня. И мы забрали ключ. Ключ, который я украл у близнецов? Интересно, что он откроет? Я знаю, что он откроет, скорее всего, театр. Так. Ну, хорошо, давайте использовать. Сотканом мире из света и тьмы. Шаром друг у друга сестры украли. После всего решить не могли. Верно ли то, кем они стали? Мия злилась, а Клара грустила. Безумие их двоих охватило. Безумные девочки, ах! У них поселился внутри. Эйтвард, создание ночи. Был он повсюду, наяву и во снах. Поучал о величии их раздвоения. Не могло уложиться в их головах. Этвард был другом. Меж светом и тенью. Этвард был сер. Но Клара и Мия однажды решили избавить себя от него навсегда. Умри существо, они завопили. Но за место сестру убила сестра. Умершие сестры. Друг друга винили. Твоя вина, Клара. Твоя вина, Мия. Итвард пришел в последний к ним раз. И он им сказал. Вы обе в ловушке. Но дам я вам шанс. И продолжал. Мир был к вам жесток. Чтоб себе доказать. Вас сшили вместе. И зеркало дали. Чтоб вы могли наблюдать. Я дам вам лишь то, что у вас уже было. Только один крошечный шанс. Понять смысл жизни. Но время уплыло. Осталось его немного у вас. Лишь кот пропадает. И в колодец дверь будет открыта. Конец. Или кот пропадет. В общем, не суть, друзья. Нам поведали с вами душесчипательную историю этих близнецов. И вот такая злая судьба. Видите, что с ними сыграло. Просто с ума сойти. Дверь заперта. Возможно, Итвард откроет ее позже. Просто трындец. Лестница ведет к двери, но она заперта. Похоже, что ее можно открыть только снаружи. Ах, я не могу открыть ее снаружи, если я внутри. Так, а если мы съедим таблетки и попробуем... Нет. А так? Нет, а вот тут еще есть что-то. Опа. А так? А так? А это? Так, понятно. Нет. Нет, никак не открывается, ни при какой комбинации, друзья. Хорошо, давайте отсюда выйдем. В общем, очень интересная ситуация. Так, пойдем теперь сюда. Опа, опять механический котя. Ух ты, какой огромный волчок. Полагаю, что это может быть двигатель. Мне нравится его дизайн, очень понятный. Посмотрите на этот беспорядок. Итвард не слышал о гигиене. Но в то же время он много знает о механических штуках. Может, он держит эти запчасти, чтобы делать новые? Опа. Это какая-то инструкция. Ох, похоже на какой-то водяной насос. Я не понимаю язык. По крайней мере, здесь есть рисунки. Кажется, нужно наполнить насос водой и все такое. Смотрите. Значит, поджечь что-то тут. Эту направо. Эту развернуть. Так, ее в смысле вот так вот надо повернуть? Или развернуть другое положение? Потом это подключить. Эту вот сюда. А, видимо, вот так ее надо оставить. Так, и сюда воду залить. Так, вот, наверное, первая стенограмма, как он ее назвал. Хорошо. Хм, они для того, чтобы пить воду. Довольно маленькие. Может, они для очень маленького количества воды? Для очень худых людей. Мне не нужен карандаш. У меня есть один. Ваза без цветов. Что ж, оставлю ее здесь. А вот еще одна. Смотрите, вид в реальности. Это как раз таки вот это огнеягода. Вид в ультрареальности. Ага, да. Ягода горит. Видите? То есть, вот как она выглядит в реале. А вот как она выглядит в ультрареальности. То есть, когда мы принимаем таблетки, да, мы все-таки видим ультрареальность. А вот и химическая смесь какая-то. Видимо, для колб, которые стоят вот прям вот за этой вот тут, вот рядом с нами. Здесь показаны элементы. Видите? И куда, и что должно переходить. Также показано, как сделать вот эту вот штуку. Микроэлементы в огоньягодах ускоряют машину и дадут долгую жизнь ее функциональному двигателю. Огонь ягоды... А, ОФМ это и есть огонь ягоды. Понятно. То есть, надо положить огонь ягоды и залить химикаты. Так, это бы запомнить все. Так, давайте, ладно, по порядку. Хорошо, давайте начнем. Вот, наверное... Да, это и есть. Вот они, химикаты. Вот они... Ну, в общем, надо сделать все как по инструкции. Розовый шланг, который можно к чему-нибудь подключить. Да, я даже знаю к чему. Синий шланг готов к использованию. Да, у нас как на инструкции. В общем, давайте... Давайте займемся. Тогда начнем вот с этого. Значит, А18, 2ПФ, Р15. А18, 2ПФ, Р15. Так, а... А, ой. Вот. А18, 2ПФ, Р15, Н166. И вот сюда должны быть огонь ягоды. Да. Так, потом вот эту штуку надо вот так. Я помню. Думаю, нужно это включить, чтобы заработало. Но это горелка. Так, да. А, ну и все. И надо разместить шланги. Так. А, вот сюда. И... Куда-то вот внизу там был. Нет, где-то... Где-то был внизу. Нет. А, вот с этой, по-моему, да. Ну, нам, кстати говоря, шлангов-то недостаточно. И смотрите, видите, горит красный свет. Значит, что-то еще мы не сделали. Так, погодите. Ну да, вот. Во-первых, от этого... Тут должен быть шланг. От него должна быть какая-то штука сюда, в 2ПФ. Нам не хватает шланга. А, кстати, мы таблетки тут не съели. Точно. Это как будто повзрослевшие мы. Кстати, а вот шланги. Да. Шлан... Да-да-да-да-да. Вот эти шланги нам и нужны были. Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла уделить себе немного любви. Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Офигеть. Так. А, вот еще шланг, кстати. Окей. Это, кстати говоря, недостающие шланги. Так. По-моему, вот этот вот наверх. Да. А этот вниз. Готово, Фрэнбол, супермастер химии. Да, и все, я починил полностью. Окей, это было нетрудно. Инструкции действительно помогают, как говорил Итвард. Так, а теперь, видимо, вот это. Да. Значит, что там? Там, значит, это вот так. Потом это... А, понятно. А, вот это вот так может быть теперь? Да. Кажется, шланг поврежден. А, вот зачем изолента. Окей. Да, работает. Потом это вот так. И сюда надо залить воду. Да. Вода у нас вот. Все. Я все починил. Фрэн, наконец-то смог починить... Я, наконец, смог починить автопилот. Тебе нужна помощь. Думаю, у меня уже тоже все получилось. Я сделала все, о чем вы... Что вы меня просили? Очень хорошо, Фрэн. Похоже, все прекрасно работает. Да, все выглядит просто великолепно. Что нам теперь делать, сэр? Что ж, я хотел узнать, боишься ли ты кроликов. В одной из комнат есть маленький кролик. И я... Я сильно его боюсь. Ты поможешь мне избавиться от него? Кроликов? Думаю, зависит от кролика, сэр. Учитывая все, что я видел, я не могу представить... Я могу... Я не могу представить лишь один вид кролика. Согласен. Это шоколадный кролик или рогатый с глазами убийцы? Тебе нужно увидеть самой этого розовый нос и синие ботинки. Он там просто сидит, не моргает, не шевелится и постоянно пялится на тебя. Звучит очень страшно, сэр. Покажите его мне, иначе я никогда не узнаю. Ты очень храбрая, дорогая, следуй за мной. А теперь будем, в общем, решать проблемы с каким-то кроликом. А мы тут были, здесь не было кролика. А, вы за этой дверью, что ли? Так, идем. Вот, видишь, он просто сидит там. Разве это не странное поведение? А, видимо, в ультр-реальности. Где? А, вот! Этот? Серьезно? Он напуган? Это игрушка? Но это явно не игрушка, давайте скажем, что он напуган. Возможно, кролик напуган и поэтому не шевелится? Не могла бы ты наладить с ним контакт, я не осмелюсь его трогать. Хорошо, сэр, я возьму кролика и покажу вам, что здесь нечего бояться. Понятно, хорошо, сейчас, погодите. Сначала мне следует взглянуть на кролика, и твердо его очень боится. А, то есть мы не можем никакие предметы изучить, пока мы не взглянем на кролика. Видите, это просто пушистый кролик, здесь нечего бояться. Ах, ты права, Фрэн, здесь нечего бояться. Что? Не уходите, мистер Полноч, это не смешно. Опа, и он нас оставил. Это странное поведение. Мистер Полноч, скажи что-нибудь, не забирайте моего котика снова. Смотрите, четыре, четыре, видите? Крат. Эна, то есть один. Привет, вы другая голова Итверда, мне нравится ваш цилиндр. Итвер сделал бумажный кораблик. Эти лампочки не знают, оставаться ли им включенными или нет. Кажется, это гаечный ключ, он может пригодиться. Инструмент, кажется, это гаечный ключ. Карандаш, он мне не нужен. Зеленые листья. Ммм, вкусная морковь. Морковь из механического сада Итверда. Мне не нужно больше морковки, у меня есть одна. Три, три как три. Так, хорошо. Какое милое деревце. Милое растение, вы дарите много воздуха, чтобы я могла дышать. Ох, почему ты испугал Итверда? В любом случае, ты очень милый. Не поворачивается, что мне делать? Горит красный свет, может что-то сломано? Может здесь не хватает мощности, чтобы начать работать? Дэс, два. Это не просто так, друзья. Вот здесь все расположено. Это не просто так. Ух ты, механическая рука, ты живая? Думаю, она любит нажимать на кнопки. Так, мы поднимаем. Странно. Опа. Мы вызвали вот так. Это батарейка, да? Да, я нашла батарейку. Батарейка с полным зарядом. Металлический ящик, кажется, за этим щитом что-то есть. Теперь мне любопытно. Интересно, что там внутри. Так, ну я понял. Здесь нам нужен гаичный ключ. Давайте, во-первых, сначала съедим. Посмотрим на ультралеальность. Вау. И смотрите. Это как инструкция. Видите? И они все ведут к числам. Походите, они... Шесть? Направо? Что за... Восемь влево. Девять влево. Тут еще есть одна. Давайте поговорим с ним. Ой, механический кролик совсем не милый. Может, кролик злой или голодный, или что-то другое. Так, у нас есть морковка. Морковка небольшого, прибольшого кролика-робота. Пять вправо. А, это, видите, сделали, чтобы мы могли... Посмотреть. Так. Пять вправо. Так, хорошо. Давайте, во-первых, возьмем еще морковку. Кстати говоря, если еще и морковку дать. Че, он просто еще раз наклонится. Да, это, видимо, когда мы забываем, ну, в общем, что написано. Давайте возьму я еще одну, на всякий пожарный. Так, давайте отключим вот это. Так, давайте использовать гаичный ключ. В общем, здесь нам надо сделать с вами какую-то загадку. Гаки и болты никогда не знали, что есть что. А, вот так вот мы сделали. Хорошо. Так. Еще один. Опа. Ах, открыто. Так. Выглядит как небольшой вытяжной вентилятор. Как процессор какой-то выглядит, как компьютер. А, вот здесь батарейка нужна. Вот, видите? Так. Ну вот, батарейка на месте. Да, заработала. Так. А, вот не хватает мощности. Для чего? А-а-а-а, друзья. Я понял все. А это... Ну-ка. Короче. Смотрите. Я понял, почему влево, вправо... Так, один, два, три, четыре, пять. Смотрите. В общем, я уже решил загадку. Тут все, в принципе, понятно. Думаю, вы тоже. Смотрите. Вот эта вот нумерация, видите? Один, два, три, четыре, пять. Это последовательность действий. Последовательность действий каких? Смотрите. Берете, принимаете таблетки. И смотрите, например, в этот билет. Это один. И восемь вправо. Подходите к вентилю. Так, вы видите, надо, наверное, записать, да? Так, ну и, в общем, и поочередно, ну, в соответствии от нумерации последовательности, поворачиваете в ту сторону, в которую надо, и столько, сколько надо. Так, давайте я запишу, потому что вдруг там не сохраняется прогресс. Значит, восемь вправо. Давайте. Ох, опять я пишу на палочках. На палочках от суши. Так, восемь вправо. Так, восемь вправо. Это у нас один. Так, два за кроликом. Придется его еще раз покормить. На. О, получили с вами ачивку. Так, пять направо. Так, это у нас два, да? Да. Теперь три это вот тут вот. Восемь влево. Потом вот тут вот. Шесть вправо. Так, и пятая последняя. Девять влево. А, я еще кое-что понял, друзья. Сейчас я проверю. Он сказал избавиться от кролика. Нам, наверное, надо взять морковку и положить ее сюда. А, нет. Я, короче, подумал, что положить ее сюда и увести его, ну, типа, вверх. Оказывается, нет. Кстати, смотрите, здесь девочка. Порой вещи просто не работают. А, понятно. Хорошо. А, окей, давайте теперь. Ну-ка. Так, ага, направо. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Или я что-то неправильно делаю? А теперь с этой стороны. Ну-ка. А, да, я просто что-то делаю неправильно. Стоп, это еще не круто. Думаю, она любит нажимать на кнопки. А, стоп, да, что-то. А, вот. Нет, стоп, нельзя. Так. Стопэ. Оказывается, все не так, как я думал. Тогда зачем это? Восемь вправо, если мы крутим в одну сторону только. Погодите. Мы с вами забрались вообще наверх. И здесь стоит наша мама и папа. И это без... И таблетки здесь как бы автоматически, друзья, принялись. Эй, там никого нет. Эта штука нужна, чтобы создавать музыку с помощью ветра. Символ воды, наверное, это с чем-то связано. Так, а вот тут мы тоже можем крутить, смотрите. Ой, эти направления чайника показывают какую сторону, что ли? Это для нижних... Так, ладно, погодите. Вы ли это? Офигеть! Мамочка, папочка, кто сделал это с вами? Почему вы здесь? Прошу, скажите мне. А, мы были под таблетками все-таки тут. Так, хорошо. Ааа, вот вообще, что надо крутить. Так, а это что тогда? Ааа, так, я понял. Как бы тебя так направить? Это же будет тоже мимо. Хмм. Так, погодите, может быть, просто надо воды набрать таким образом? Да. Просто набрать воды, вот что надо сделать. А теперь воду использовать сюда. А, нет. Символ воды, наверное, с чем-то связано. Так, хорошо. Пока мы не знаем зачем, но я набрал воду. Может быть, воду вот сюда? Нет. Так, хорошо. Вот, друзья, куда надо и что поворачивать. Как сейв. 8 вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, все, я открыл. Окей. Пойдемте вниз. А, и мы с вами... Дайте свистку. Сюрприз, Фрэнн, с днем рождения. Вечеринка в честь дня рождения? Я думала, вы хотите убить мистер Полночь. Мы соврали, чтобы отвлечь тебя. Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг. Мы хотели сделать тебе сюрприз, моя дорогая Фрэнн. Присядь, поешь торт. Ладно, спасибо, котик, вы меня очень удивили. Спасибо вам, Итвард, сэр. Торс делал из своих любимых ингредиентов. Мистер Полночь мне о них рассказал. И у нас есть кое-что особенное для тебя. От всей команды нашего корабля. Это значит, от всех нас, существ, рожденных естественно или вручную. Держи. Надеюсь, ты найдешь его познавательным. Что это? Вот это да, мне нравится упаковка. Могу я его открыть, пожалуйста. Да, вперед, открой его. Друзья, а вот здесь мы с вами и остановимся перед тем, как открыть этот невероятный подарок. А, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, если так, подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзьяшки ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте и группу в Стиме. Также не забывайте про наш канал на Твич. Там проходят прямые трансляции про плагины автоматического уведомления, о которых я так давно не говорил. Да, кстати говоря, не забывайте. Удобно очень, особенно для Твича. Есть еще второй канал на Твич, ой, второй канал на Ютюб, где выкладываются записи трансляции, поэтому, надеюсь, вам это будет понравиться, вам это будет удобно. И если вы не можете приходить на Твич, вы можете посмотреть записи. Ну и все, друзья, до следующей серии. Узнаем, что в упаковочке, и вообще все это выглядит крайне странно. И твердо ведет себя, ну, прям совсем странно. В общем, пока. Это нормально. Позвонить, шевелю, сказать, что у тебя проблемы, и ему похрен ухдот, и он придет и спасет тебя. Теперь я знаю, что делать, когда меня остановят ГАИ. Надо только его телефончик разломить. И вот все, ресторан, вот... О, тут, тут ништяк какой-то. Ой. Спасибо. Спасибо.